приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова и как обещала я вам показываю все что мне присылают для обзора и делюсь своими впечатлениями и на этот раз мне пришла посылка самая огромная посылка с aliexpress порядка 17 наименований от компании o2o а эта компания мне уже присылала посылку обзор также есть на моем канале и прислали обновленную коллекцию что меня кстати очень порадовало потому что многие продукты действительно стали интереснее по качеству внешний вид сами увидите все в таких оттенках то есть все приходит в коробочках белые с обрамлением розового золота коробочки это не самое главное хотя мы девочки конечно любим когда все красиво упаковано самое главное чтобы продукция удовлетворяла наши потребности я держу в руках пудру меня порадовало то что пудра с зеркалом даже пленочку не сняла пудра интересная я сейчас все буду пробовать на себе она белого такого цвета и кстати интересно делает лицо более молодым и свежим несмотря на то что это абсолютно белый цвет мне прислали тушь для ресниц оттенок коричневый с такой интересная кисточка с изгибом я один раз попробовала но к туши у меня свой особый разговор набор теней тоже покажу все отдельно вот такая палеточка очень удобно когда в палетке есть зеркало здесь зеркала нет к сожалению но сами тени достаточно интересные сделаю макияж посмотрите два варианта спонжей для нанесения то на один я даже еще не распечатала второй спонж с удовольствием использую сейчас мы им будем делать как раз макияж он у меня сейчас влажный спонж намоченный очень хороший спонж так и базовые средства база под макияж сам тон тон очень светлый так получилось консилер консилер с губочкой как я люблю но оттенок не очень удачный но я сама выбирала оттенки но не очень удачный помада такая массивная помада упаковка конечно и такой тоненький тоненький стержень помады почему-то все оттенки помад которые мне прислали оказались очень яркие вот столько помад огромное количество помады стойкие я покажу один оттенок на себе но на губах она достаточно комфортная также гель для фиксации бровей и то что мне понравилось больше всего это linner такой вот маркер с острой кисточкой кисточка такая как действительно как кисточка очень удобный маркер для нанесения стрелок вот это просто мой фаворит и так давайте приступим к нанесению макияжа уход за лицом я уже сделала поэтому я беру базу базу она такого нежного нежно-кремового цвета и немножечко базу наношу прямо на свою кожу пальчиками пальчики чистые лицо подготовлено сначала я всегда делаю уход а потом наношу так давайте сделаем все в темпе беру тональную основу очень удобно то что она с дозатором использую свою руку как палитру и спонжиком наношу тон на лицо спонж влажный конечно мы используем тон для моей кожи конечно очень-очень светлый но что я хочу отметить сложится он достаточно тонко но в течение дня все-таки он у меня собрался в порох я уже не первый раз пробую прежде чем записывать ролик я сначала попробовала все сама и беру немножечко совсем консилера наношу на кожу на нижнее веко на кожу нижнего века можно прямо пальчиками если ногти не длинные пальчиками распределить вот когда я нанесла его уже не видно так сильно что он желтый но ни тон ни консилер мне не нравится во-первых у меня ощущение липкости на лице некомфортно и я не вижу такого эффекта вау да что у меня личико стало вот такое вот идеально красивенько аккуратненько даже некоторые вот моменты на коже хотелось бы чтобы более было плотное покрытие чтобы они так не выделялись следующий этап я наношу пудру пудру буду наносить кистью наношу пудру аккуратненько распределяю не хватает румян даже сейчас я вижу что у меня уже в порох немножко есть тон и лицо выглядит мне кажется как маска мне это не нравится так ну ладно будем продолжать следующий этап что мы делаем сделаем брови так как мне для бровей не прислали ничего я буду использовать свое любимое средство от oriflame помада для бровей возьму кисточку мои любимые кисточки и хотя в помадке есть кисточка но мне больше нравится такая более пышная на длинные ручки и так я нанесла быстро помаду для бровей и сейчас зафиксирую брови гелем который мне прислали что я не люблю в таких гелях когда им начинаешь пользоваться то постепенно из кисточки краска переходит в этот гель и он выглядит очень неопрятно то есть эта жидкость которая изначально была прозрачная буквально после двух применений она становится такая вот грязненькая и это конечно не очень приятно и просто расчесываю брови укладываю их и фиксирую не очень удобный продукт если вы видите кисточка очень короткая и получается я крышкой задеваю все время кожу своего лица вот так вот уложили эта жидкость склеивает брови и они становятся такие зафиксированные можно их уложить более такими сделать лохматыми расчесать в общем-то сейчас это тренд когда брови такие вот стоячие кому нравится тот конечно пользуется следующий момент мы с вами будем красить тени вот такая вот палеточка я возьму несколько оттенков чтобы просто показать как они работают кстати хочу показать вот эти тени у меня дочка брала эту палетку использовалась выглядят как будто как затертые но тени тем не менее набираются вот тут такой момент не очень красивый итак беру кисточки и пробуем работать с тенями так начну так как у меня наряд сегодня в таких персиковых оттенках я макияж тоже сделаю матовый в светлых нюдовых оттенках наношу самый светлый тон сначала без базы тени ложатся не очень ярко то есть они очень бледненькие следующие я нарисую свою любимую галочку но возьму какой-нибудь посочнее оттенок может быть вот такой вот яркий как видите пигментация достаточно хорошая то что даже без базы тени сразу схватываются чтобы было немножечко повеселее и понаряднее я возьму капельку такого телесного цвета и положу на серединку практически не видно так пока все выглядит так ярко и еще непонятно но я светлыми светлыми тенями сделаю тушевку чтобы был не такой резкий переход теперь мне понадобится очень тонкая кисть для того чтобы подвести сделать подводку нижнего века и захотелось капельку блестящих теней положить в самый уголок и чтобы глаза выглядели не такими заплаканными как сейчас они есть нам понадобится марки для стрелок сейчас сами увидите какой он классный он делает очень очень тонкую стрелку и получается вот такая классная стрелка ничего особенного я не делаю получается все очень просто и легко делаю на второй глаз со второй стрелкой пришлось немножко повозиться потому что как правило левый глаз всегда труднее красить чем правый и обычно я начинаю всегда с левого глаза потому что правый потом легче в этот раз я что-то сделала все наоборот поэтому получился немножко такой эффект усложнение вот такой вот шикарный маркетинь что мне понравилось он отлично красит прямо по сухим теням и не забивается то есть он наверное долго прослужит что теперь захотелось мне сделать накрасить ресницы это же логично мы берем тушь мне показалось она немножечко суховатая когда я красила сейчас попробую делала я это один раз сейчас посмотрим как в этот раз получится ну вот я нанесла три слоя туши получился такой эффект мне конечно не хватает объема и тушь не справляется с моими ресницами которые растут не совсем ровно и некоторые ресницы так и остались торчать как им было угодно в общем-то тушь мне не подошла но я не могу сказать что она плохая зато мне понравился у нее такой глубокий коричневый оттенок накрашу сразу второй глаз а еще в этой туши очень много волосков которые вот я вижу не знаю видно ли вам на камеру или нет которые по идее должны удлинять утолщать ресницы но не справляется эта тушь с такой задачей настолько реснички вот так и остались прозрачными и невидимыми может быть кому-то именно такой эффект и нужен тогда вам этот тушь подойдет но мне нравится когда мои ресницы более выглядят объемными длинными и чтобы тушь справлялась с укладкой веером и так переходим к помаде я выберу сейчас один из оттенков у меня здесь целых 6 цветов они очень близки все друг к другу по тональности один есть немножечко вот более светлый я его и возьму так пройдусь по губам спонжиком чтобы легкий тон на губы положить и наносим помаду не такой простой дизайн кисточка на конце без всяких изгибов просто такой спонжик какие обычно вставляют жидкие помады и наносим такой получился приятный достаточно оттенок и помада неплохо я скажу лежит на губах я тестировала в течение дня не сушит губы легкая да она конечно немножко отпечатывается надо любой стойкой матовой помаде дать подсохнуть не облизывать губы не тереть их между собой а чтобы помада встала и тогда она прослужит гораздо дольше и так мы с вами все попробовали а сейчас я предлагаю посмотреть все более в крупном формате я вам покажу все оттенки теней и сделаем палитру выкраски прямо на руке помад вы посмотрите какие цвета а все коды все наименования я укажу прямо в описании под этим видео если вас какой-то продукт заинтересовал то вы сможете посмотреть его уже на сайте компании o2o итак база под макияж показываю ближе у нее практически нет запаха вот такая вот жидкость кремообразная очень светленькая так следующая тональная основа ее наносим прямо сверху такой очень светлый оттенок очень светлый и мне понравился тон как лежит на лице то что он в порох у меня забился это конечно это провал конечно так это консилер оттенок конечно сначала пугает но потом почему-то вот этот желтый потом исчез и это порадовало но я бы хотела чтобы он был более светлый далее мы пробовали пудру вот смотрите какая интересная пудра у нее очень очень тонкая текстура легкий как будто бы даже есть блеск абсолютно легкий и уже на лице не видно то что она становится белая пудра достаточно интересная вот тот самый гель про который я говорила то что вот эта вот грязь она потом так и будет плавать но в принципе конечно это не не красиво или нужно делать флакон закрытый чтобы не было прозрачно видно что внутри происходит либо мне больше нравится когда воск либо в карандаше или в специальной такой коробочке мы его чуть-чуть смачиваем и кисточкой наносим воск на брови мне кажется это более эстетично так что мы дальше с вами делали тени да давайте посмотрим тени чудесные чудесные такие нюдовые оттенки я вам покажу несколько тонов сейчас возьму светлую чистую кисточку начнем с отсюда прям легкий перламутр отлично можно как хайлайтер использовать нюдовые тени которые я наносила далее вот этот блеск блеск он прям даже как будто с немножко кремом такой жирноватенький и рядом такой же золотой таки так меняем кисточку и покажу вам уже поярче оттенки тоже я такой использовал на серединку а еще блестящий тон такой коралл красивые тени мне понравились далее тоже яркий тон я использовала в уголочек золото такое вот золото золотое его и пальцем можно носить и кистью и самый яркий сочный тон такие вот оттенки очень светлые получается макияж в таких тепленьких персиковых оттенках вот что интересно вот эти три цвета они видите как сияют их можно как хайлайтер использовать как тени и они какие-то жирноватенькие их лучше наносить даже пальчиком вот это очень красиво сатливым такой шиммер вау розовый переливается и золотой тени классные понравились так далее для стрелок шикарный такой маркер вот так он рисует классный просто можно и толстые делать стрелки и тоненькую любой толщины вот она тушь кисточке есть небольшой изгиб но к ней все равно нужно приспособиться мне показалось что она очень сухая и не выполняет свою функцию вы видите много-много-много волосков на ней они должны и утолщать и удлинять но тушь этого не сделала абсолютно полный ноль так и помады давайте пробовать помады такой оттенок с 01 я буду их наносить по порядку как они идут 02 03 очень яркие цвета все далее 04 05 и остался 06 на самом деле оттенки такие сейчас в моде яркие сочные теплые цвета и помады сама помада очень массивная и такая маленькая-маленькая сама помада с логотипом о2о и мы ее вот сюда попробуем креативный оттенок и помада чуть такой сладковатый аромат чуть-чуть и так все я вам показала как уже говорила все оттенки и коды и ссылки будут в описании под видео заходите смотрите знакомьтесь с компанией желаю вам всем красоты и успехов всего доброго пока пока